Добрый вечер. Меня зовут Анастасия Солодкова. Сегодня у нас в гостях главный рач Бирска Марина Сипачева. В течение 1 часа 15 минут Марина Владимировна ответит на вопросы пользователей курьеровского сайта. Но сразу скажу, что мы собрали вопросы до начала пресс-конференции на тему местного здравоохранения. И в общей сложности мы собрали примерно 40 вопросов. Но хочу сказать, что по регламенту онлайн-конференции приоритетом будут пользоваться те вопросы. Марина Владимировна будет отвечать в первую очередь на те вопросы, которые будут появляться в режиме онлайн с этой минуты, с этой секунды на сайте курьера. Мы договорились с Мариной Владимировной, что она ответит на все вопросы, которые поступили до онлайн-конференции, на которые мы не успеем ответить во время конференции. Ну и, наверное, те, которые будут поступать позже. И еще раз напомню, что сегодня мы говорим о проблемах берской медицины. И начнем, пока вопросы модерируются на сайте, начнем с вопроса о льготных рецептах. Вот. И, в частности, письмо, которое нам пришло по почте в конверте от Валерия Петровича Рыжкова. Он пишет о том, что его тяжелобольной сын взрослый получает препараты, но с некоторого времени ему дают аналоги, ему дают в аптеке аналоги, которые, ну, в общем, как он считает, не помогают, и сыну становится еще хуже. Вот. Он спрашивает, с чем это связано, почему в аптеке 125-й, вот, вместо того лекарства, которое выписывает врач, ему дают заменители, как он считает, низкого качества. Да, действительно, есть такая проблема, когда вместо брендовых, то есть фирменных наименований препаратов по централизованному закупу для федеральных льготников и для льготников, которые пользуются областной льготой, приходят препараты так называемых не брендовых наименований, а препараты дженерики. Есть такая категория пациентов, это, как правило, тяжелые пациенты с множественными реакциями, которым не помогают аналоговые так называемые препараты, и выход, Валерий Петрович, из этой ситуации безусловно есть. Мне просто нужно посмотреть все документы, касающиеся вашего сына, переговорить с врачом-специалистом, и мы оформим специальную формулярную комиссию, тем более, что вы здесь пишете, что вы получали назначение в условиях специализированного стационара, это назначение как раз пойдет для формулярной комиссии, мы оформим, и для вас специально будет оформлена, для вашего сына будет специально оформлена дополнительная заявка, по которой мы постараемся отдавать брендовый препарат. Я вас очень попрошу, в ближайшее время найдите время, подойдите с медицинскими документами ко мне, и мы решим этот вопрос. Да, спасибо. Вопрос от инвалиды ветерана Великой Отечественной войны Сахарова. Уважаемая Марина Владимировна, у меня заболевание сердца, жду и никак не могу дождаться очереди на установку кардиостимулятора. В клинике Мишалкина, я так понимаю. Все документы отправлены. Он лично пишет, что к вам обращался в августе с просьбой помочь ускорить решение его вопроса. И вот еще раз сейчас обращается с той же самой просьбой, потому что ему хотелось бы, чтобы забота о ветеранах была не только на словах. Да, я вас помню и знаю. Вы приходили ко мне, действительно у вас все документы готовы. Закуп централизованный происходит кардиостимуляторов один раз в квартал. И в тот квартал, который, так сказать, вы обратились уже с просьбой об установке кардиостимулятора, и предоставили документы, они были распределены. У нас большая надежда на четвертый квартал. Я завтра же дам распоряжение, чтобы Михаил Михайлович поднял ваши документы и посмотрел, на какой стадии, в какой очередности вы находитесь. Но документы все зафиксированы в Медздраве. Мы на этой неделе сверяли очередь всех пациентов, которые идут на высокотехнологичные виды медицинской помощи, и вы там есть. Я свяжусь с вами по телефону и скажу, на какой стадии разрешения этого процесса. Спасибо. Теперь вопросы от пользователей сайта Курьер Среда. Г. спрашивает, когда окончательно умрет система талонов для записи на прием к врачу? Некоторые до сих пор приезжают на такси в 6 часов утра, чтобы занять очередь к узким специалистам. Значит, вероятно, речь идет только лишь о стоматологической поликлинике, потому что во всех остальных поликлиниках у нас нет талонной записи на прием к врачу. У нас есть предварительные, так называемые, записи, обращения по экстренным показаниям. Талонная система на самом деле долго была, и когда мы анкетировали население, некоторые жители города долго просили, чтобы у них сохранялись талоны в руках. Но мы сейчас движемся к декабрю месяцу, когда министерство, так сказать, в рамках программы модернизации начнет ставить электронные регистратуры в центральных районах и городских больницах. И я думаю, что не только талонная система, но и система предварительной записи к врачу в регистратуре останется таким архаизмом некоторым, который тоже отойдет в сторону. Теперь я могу точно сказать, что талоны есть только в стоматологической поликлинике. Там, к сожалению, пока талоны будут, поскольку достаточно дозирована помощь трудоемкостью этого процесса, и поэтому время там распределяется достаточно строго. Еще раз повторяю, в 6 часов утра ходить в поликлинику на сегодняшний день пока нет смысла, потому что предварительная запись начинается с половины восьмого, когда начинает работать регистратура. Спасибо. Следующий вопрос от Пиночета. Опять о рентгене. С прохождением флюорографии все понятно и вполне удобно, но как получить результат? Его выдают с 12 до 13.00 и только. Отпрашиваться для этого с работы или брать отгул? Спрашивает Пиночета. Значит, я попробую, я знаю вас лично, я попробую решить этот вопрос. Скорее всего, мы попробуем на сегодняшний день, с учетом того, что у нас пока один флюорограф, и этот флюорограф работает в первой взрослой поликлинике, мы попробуем выдачу результатов флюорографии, которые без патологии, когда не надо будет брать направление за повторным вращением к врачу-специалисту, которые без патологии, мы будем выкладывать в одно из окошек регистратуры, и там можно будет получать эту флюорографию. Попробуем с завтрашнего дня на плануре решить этот вопрос. Дельфиниум спрашивает, есть ли в планах на будущее создание Бирской системы электронной регистратуры, сайта для самостоятельной записи пациентов на прием к специалистам в поликлиниках? Да, вот я уже сказала о том, что электронная регистратура будет поставляться в рамках информатизации системы здравоохранения в программе модернизации. К сожалению, многие упорные годы работы с администрацией города Бирска не дали большой продуктивности, поскольку мы давно знаем, как хорошо работать с электронной регистратурой. Я видела это все в Белгороде, я привозила всю систему работы информатов, но в дотационном бюджете города длительное время не находилось средств для дооснащения нас электронной техникой. У нас даже обучены были все участковые врачи и регистраторы с тем, чтобы работать в качестве пользователей на компьютерах. Так вот, система электронной регистратуры предполагается к установке, начиная с декабря. Сейчас мы получили считыватели штрих-ходов, и на сегодняшний момент переводится в электронную форму вся система базы данных пациентов, которые в электронном обмене существуют со страховыми медицинскими организациями. Весь взаимообмен финансово-хозяйственной деятельности больницы – это приоритетно ставится. И на сегодняшний день решается вопрос о начале установки машин, то есть компьютеров в регистратуру с декабря примерно месяца этого года. И планомерно мы будем оснащаться и дооснащаться даже после окончания работы программы модернизации на территории за счет средств областного бюджета весь 2013 год. Значит, первоначально будут ставиться машины именно в регистратуру, и мы будем подключаться к городскому колл-центру, когда можно будет записываться с территории Уберска не только в нашей поликлинике, но и в лечебное учреждение Новосибирска. Спасибо. Житель Бирска спрашивает, когда в нашем городе будет доступна помощь стоматолога. Почему в городе нет ни одного дежурного врача-стоматолога, как, например, в других городах России? В службе скорой помощи как-то очень уверенно рекомендуют звонить в поликлинику Бенза. Если вдруг в воскресенье, например, заболел. Если там дежурит врач-стоматолог, то нужно сообщать об этом всем жителям через следствие массовой информации. Если это есть так, то давайте мы сейчас об этом объявим. Значит, это есть так, и в этом постулате есть частичная доля правды. Да, у нас дежурит хирург-стоматолог. Мы принимаем там пациентов с повреждениями, острыми травматическими повреждениями челюсти, полости рта. И действительно этот стоматолог дежурит на дому по графику из тех же врачей-стоматологов, которые работают в стоматологической поликлинике. К сожалению, в силу, так сказать, специфики нашей городской больницы, в силу определенного штатного расписания, в силу дефицита кадрового ресурса, держать стоматологов-дежурантов на сегодняшний день не представляется возможным. Но в случае какого-то длительного болевого синдрома, который случился в воскресенье, вы можете подъехать в приемный покой, и вам вызовут врача-стоматолога, который может обезболить, если разболелся этот кариозный зуб там, то, скорее всего, он обезболит, и на следующий день пойдете по острой боли лечиться в стоматологическую поликлинику. Все, что касается травмированных пациентов, в автодорожных лейтрамах, в драках и так далее, с всевозможными повреждениями нищей челюсти, то они в этот же день оказывают, получают помощь именно силами дежурного врача-хирурга-стоматолога. Следующий вопрос от пользователя Энлилия, который бывает, как он пишет, в разных городах страны, и его удивляет сравнительный сервис в нашей городской больнице. Он считает, что мы платим, как и другие граждане России, за услуги, а получаем некачественную, несвоевременную и с большими моральными затратами. И он считает, что оттоп денег в сторону Новосибирска идет, потому что страховые компании деньги забирают себе. Что вы лично сделали для оптимизации работы городской больницы? Спрашивает Энлия. Я думаю, что речь идет, скорее всего, о некачественной и недостаточно хорошей помощи, связанной, прежде всего, с амбулаторно-поликлиническим звеном. По данным нашего анкетирования и по вопросам, которые я видела на сайте, мало есть претензий к стационарам. На сегодняшний день уровень удовлетворенности в помощи стационара порядка 92-96% по разным анкетам в разные кварталы. Значит, долго можно перечислять, что я лично сделала для оптимизации, потому что работаю я долго, и начинала я, когда на месте вот этого дома, в котором мы сейчас сидим в студии, стояла скорая помощь одноэтажная, деревянная, и женская консультация находилась в двухэтажном деревянном доме. Мы очень много оптимизировали все, что касается площадей, мы улучшили условия пребывания пациентов в стационарах, мы участвовали в программе модернизации, мы открыли центр здоровья, ведем профосмотры ветеранов во вне рабочее время, открыли ряд специализированных отделений, и работали в системе общеврачебных практик, оптимизировали работу, деятельность на новом поселке, но многие вещи, они все-таки больше связаны с возможностью выбора и с наличием ресурсов. К сожалению, а может быть и к счастью, здравоохранение – это та отрасль, которая требует постоянных инвестиций. Как люди должны постоянно инвестировать в свое здоровье, так и здравоохранение должно постоянно подпитываться. У нас нет финансового эквивалента, мы не зарабатываем деньги, если только на зарплату в системе ОМС. У нас нужно вкладывать и вкладывать своевременно. Длительно затянувшись кадровый голод, на сегодняшний день начинает сказываться. Порядка 30% людей, работающих в больнице, пенсионеры, и вот этого среднего звена или средних лет нет вообще, и есть немножечко молодых врачей. Ситуация кадровая, она везде и повсеместно примерно такая же, и на сегодняшний день оптимизировать помощь, особенно в поликлиниках, вот при таком кадровом состоянии, чрезвычайно сложно. Тем не менее, на сегодняшний день мы ведем достаточно плодотворные переговоры с главой нашего города о том, чтобы начали выполнять постулаты 323-го федерального закона об основах охраны здоровья граждан и создавать условия здравоохранения для осуществления своей прямой деятельности. Прежде всего я имею в виду планомерное, стабильное обеспечение больницы служебным жильем. В больнице не хватает более 100 врачей, и они приедут и работать будут тут привлекательно, при всеобщей равной условиях получения заработной платы в государственной больнице, только на условиях приобретения служебного жилья. В этом году мы, к сожалению, не получали ни одной служебной квартиры. Надеемся, что скоро будут составлены такие совместные планы с муниципалитетом о том, что вот эти условия начнут создаваться. Поэтому сложно мне оценивать личный свой вклад, и скорее всего это работает коллектив больницы над сохранением состояния здоровья граждан. Есть показатели, которые говорят об этом, есть вещи, которые на сегодняшний день неоспоримы. И речь идет, скорее всего, о моральных каких-то издержках, которые на сегодняшний день существуют в поликлинике ввиду нехватки врачей, ввиду плохой работы регистратуры. Я в этом совершенно точно могу признаться. Мы работаем сейчас очень интенсивно над этим. Но я думаю, что у нас есть перспективы совместной деятельности по устранению всех вот этих недостатков, которые на сегодняшний день есть в больнице. Спасибо. У нас появился первый вопрос от пользователей сайта в режиме онлайн. Спрашивает собака. Почему опять, чтобы выписать люботный рецепт, надо заранее записываться? Участок номер 6. Я не знаю, участок номер 6, это первый или второй взрослой поликлиники. Но я вам точно совершенно могу сказать, что буквально на днях, в понедельник у меня была планерка, где мы решили ряд вопросов организационных. И вы можете прийти через некоторое время ко мне в кабинет и сказать, как это на самом деле происходит. Все, что касается выписки льготных рецептов. Там где-то был вопрос от социального работника еще, связанный с тем, чтобы их вне очереди пропускали. И вторая взрослая пропускает поликлиника, а первая не пропускает. Мы сейчас предпримем максимум усилий через участковых медицинских сестер, чтобы хронические пациенты получали льготные рецепты на дом, либо по звонку, когда они будут уже готовы и выписаны, чтобы приходили и забирали эти льготные рецепты, при условии, что там был осуществлен патронаж врачом. И врач недавно осматривал этого пациента. Такая организационная работа уже начата. Я ее поставила под контроль. Не надо будет предварительно записываться. Во-первых, это отнимает время у терапевта, и тогда не могут попасть пациенты к нему на прием. Ну и вот сейчас мы организационно через штат участковых медицинских сестер эту проблему постараемся снять. Спасибо. Тоже житель Берска поднимает вопрос о детской больнице. Будет ли там ремонт, переоборудование, изменится ли система подбора персонала, то, о чем вы уже говорили, их мотивация. Сейчас в этой больнице страшнее лечиться, чем болеть. Состояние ужасное, персонал не весь. Оговорка. Безалаберных специалистов не хватает, контроль за ними минимален. Эти факты известны далеко за пределами Берска. Даже врачи признаются, что лучше лечь в больнице Новосибирска, чем в Берске. Все вопросы взрослого сервиса, я думаю, потерпят перед проблемами детской больницы. Тоже житель Берска спрашивает. Я полностью согласна с жителем Берска, что все вопросы взрослого сервиса потерпят перед детской больницей. Больница длительно не попадала в ремонт, в связи с тем, что год издания ее 90-91. Чтобы сделать некапитальный ремонт, нужно, чтобы прошло 20 лет ее существования. А текущий ремонт никак не попадал. Она в связи с достаточно скобным финансированием, в котором длительное время находилась больница. В этом году мы предприняли из своих осигнований какие-то минимальные усилия по замене сантехники. В прошлом году по приобретению мебели, в этом году по приобретению туда рециркуляторов, обеззараживатель воздуха в палаты новорожденных, подоснастили ее необходимым оборудованием. Но она требует капитального ремонта. Сумма капитального ремонта на сегодняшний день известна. Это 39 миллионов только по этой больнице. Ремонтировать же нужно будет не один этаж, а сразу и детскую поликлинику. Мы заявили ее на следующий год в капитальных вложениях через Министерство здравоохранения. Если такая сумма придет, то мы начнем проектировать. Если нет, то будем ремонтироваться, скорее всего, этажами. Значит, первоочередным образом стационар. Что касается подбора персонала, то здесь подход, он достаточно серьезный и жесткий. Другой вопрос, что и мотивация, кстати говоря, у них есть. Они работают и в программе модернизации, получают оплаты по программе модернизации. Другой вопрос, что очень сложно в условиях вообще дефицита кадрового подобрать вообще персонал в стационар и больницы. Работа достаточно трудоемкая, тем более в детский стационар. Соглашусь, что за ними нет контроля. Там работает достаточно опытная старшая медицинская сестра, медсестра детской палаты родового отделения. Она знает всю систему ухода за детьми. И на сегодняшний день мы принимаем еще и жителей детей Академгородка. И не было нареканий у меня по организации именно лечебного процесса по этим детям. Готова выслушать вас лично. Что касается именно организации работы, услышать конкретные какие-то нарекания, тогда будет быстрее можно принять меры. И вновь вопрос о детстве. В детской поликлинике микрорайона у многих, если не у всех педиатров, по два участка. Врачи перегружены в коридорах очереди. Что вы предпринимаете для улучшения ситуации? Значит, там нет врачей на двух участках. Из девяти нет вообще врачей. То есть врачи уволились и ушли на пенсию на двух участках. Я уже сказала, что да, действительно, если один врач уедет на учебу или на больничный лист, то остальные работают на болтерстаке. Они работают до последнего пациента. Объявление в институте, в отделе кадров, Министерство здравоохранения находится. Но было бы гораздо продуктивнее, если бы на сегодняшний день мы имели какой-то запас служебного жилья. И я думаю, что с педиатрами бы мы решили вопрос быстро. А так это еще какое-то время будут люди, которые будут внутри совмещать. Мы не отказываем сегодня в помощи, но, к сожалению, я говорю, что два участка не укомплектованы. Пока вот такая ситуация. Ждем кадры. Людмила спрашивает. Уважаемая Марина Владимировна, возьмите на контроль. С 6 февраля 2012 года инвалид третьей группы. Не могу получить лекарства. Донозом. Уже третий комплект документов готовят для формулярной комиссии. Уже год покупаю само лекарства, хотя они должны быть бесплатны. С февраля. Данные обо мне есть у провизора горбольницы. Неужели трудно для администрации правильно оформить комплект документов для формулярной комиссии? Переписка с ней ведется от вашего имени. Разберитесь, пожалуйста. Людмила Васильевна, я видела документы, которые в июле уходили на формулярную комиссию. Значит, там рекомендация была такая, что вам нужна консультация дополнительно главного аллерголога области. Если бы вы зашли ко мне и все пришли со своими документами, то я бы при вас позвонила главному терапевту и мы как-то бы порешали этот вопрос, поскольку мне известно на сегодняшний день, что консультирует именно главный терапевт области. Вот из-за отсутствия этой консультации они не пропускают на формулярной комиссии, министерство не пропускает вам рецепты на донозон. Найдите время, подойдите, пожалуйста, и мы порешаем этот вопрос более продуктивно. Не все документы и карточка у меня есть просто. Вновь вопрос с сайта. Василий. Пенсионеров-льготников волнует вопрос протезирования. Ждут по два года очередь. Потом идут на платное, не дождавшись. А если дожидаются, то качество протезирования ужасное. Какие будут приняты меры по этому вопросу? Значит, ну насколько, во-первых, по деньгам и количеству льготников, я знаю, что нам их увеличили. И сегодня увеличили за счет категории ветеранов труда Российской Федерации, ветеранов труда области. Что касается качества, то здесь надо с каждым разом конкретно разбираться в присутствии того, кто это делал. Я не могу сказать, что оно все ужасное. Не слышу, по крайней мере, такого. Там, где что-то возникает, какой-то вопрос, ввиду особенностей полости рта или каких-то затрудненного протезирования, как правило, еще вмешивается классная стоматологическая поликлиника. Однако готовы, с учетом того, что это услуга персональная, по каждой персоналии готовы разбираться. Кто недоволен качеством услуги, есть Владимир Степанович Астапенко, это единственный врач, который занимается длительное время на территорию города зубопротезированием. Я имею в виду бесплатным зубопротезированием. Поэтому в его присутствии с качеством зубопротезирования готовы разбираться. Не обобщало бы так, что оно все ужасно. Олексин, здравствуйте. Назовите, пожалуйста, среднюю зарплату врачей и их минимальный и максимальный оклад по горбольнице. Спасибо. Значит, средняя начисленная заработная плата со всеми выплатами всех врачей является... На сегодняшний день составляет 36 тысяч. Заработная плата врачей, работающих в программе модернизации, на сегодняшний день доходит до 60 тысяч. Это врачи-стационарные. Гость интересуется вот чем. Он нуждается в консультациях терапевта. Приезжает из Новосибирска в 7 часов вечера. Но терапевт работает только до 17.00. Я не успеваю на прием. В субботу вы не работаете. Как мне получить медицинскую помощь по системе ОМС? Не знаю, какой терапевт работает до 17.00. Если это ваш терапевт участковый, то он работает в графике. И поликлиника, вот эта первая, которая на Островского, работает у нас до 19 часов. А вторая поликлиника с этой недели поставила график. Врачи до 20 часов принимают. Значит, у нас был опыт, но он, к сожалению, оказался печальным, когда мы выводили врачей по субботам. Дежурили врачи. Дополнительные средства из фонда оплаты труда затрачиваются, потому что суббота оплачивается в двойном размере. Но, к сожалению, уровень их работы в этот день ограничился тремя посетителями. Согласитесь, это нерациональное время использования выходного дня врачей, потому что их не так много в больнице. Поэтому я бы очень рекомендовала вам конкретно назвать, какой участок и почему там врач оказался до 17.00. Я знаю только одного врача, который у нас работает один, ну, рабочий день до 15 часов. Это терапевт Вилеева, который принимает беременных и не работает на участке, а работает с пациентами, которые обращаются по экстренной помощи. Поэтому графика такого ни у одного терапевта нет. Я тогда прошу конкретизировать участок, и я разберусь, кто работает до 17.00. Спасибо. Назарико интересует вопрос по аппаратной гимнастике для детей с нарушением зрения. У меня двое детей с нарушением зрения, мы всегда на гимнастику ездили, а в этом году мы не смогли ее пройти по причине закрытия кабинета аппаратной гимнастики, нам так сказали. В детской поликлинике в микрорайоне работник регистратуры объяснила, что некому работать там, поэтому кабинет закрыт. Планируется ли вновь его открытие, так как гимнастика очень здорово помогает. Платно можно пройти биотерапию на химзаводе, но мне не по карману. Один курс – 5000 рублей, нам нужно тогда 10 тысяч. Работает в кабинет аппаратной гимнастики, правда медсестра там достаточно пожилая, но она очень опытная. Та же медицинская сестра, пожалуйста, приходите, кабинет работает. И в продолжение темы Назарик пишет. Подскажите, пожалуйста, где можно ознакомиться со списком бесплатных лекарственных препаратов для детей из многодетных семей, действующих на территории Новосибирской области? Значит, вот возле регистраторной у нас есть стенды, и в первой, и во второй детской поликлинике есть специальные стенды информации для посетителей. Там висят такие книжечки или формата А4 листы, сцепленные между собой, где есть весь перечень лекарственных препаратов для различных категорий граждан, детей, взрослых и так далее. Весь перечень там есть. Можно подойти к заведующей поликлиникой в рабочие часы, и там этот перечень есть. Но он есть, есть на информационных стендах. Я специально проверила. Вопрос от анонима, такой, наверное, более общий, нежели касающийся берской медицины. Сейчас везде рекламируют массажные кровати и даже зазывают на бесплатный массаж. Делают это практически без показаний профессионалов. Что же, это же небезопасно? Что думает? Поэтому официальная медицина, вот, у вас спрашивают, как представители официальной медицины. Массажные кровати не являются медицинскими аппаратами или медицинским оборудованием, но в любом случае надо понимать, комфортно ли собственному организму пребывать на этой массажной кровати. Это первое. Второе. Массажная она не может называться априори, потому что массаж это всё-таки какая-то манипуляция. И она связана именно с медицинским воздействием, с преследованием каких-то определённых целей на определённые группы мышц и с определёнными показаниями, вы совершенно в этом правы. Если это кровать, которая там выполняет, я не знаю, какую-то роль спа-процедуры, то тогда это не бесполезно. Однако уповать на то, что вы вылечите остеохондроз позвоночника или снимете какое-то напряжение мышц, не стоит. Я думаю, что это больше такая процедура для удовольствия. Вот всё-таки пользователь Алексин настаивает, почему не назвали минимальную и максимальную зарплату врача в месяц по горбольнице. А. Прошу прощения, я решила ограничиться только средней заработной платой. Значит, минимальная заработная плата, это начисленная минимальная порядка 20 тысяч рублей, а вот максимальную я вам сказала про 60 тысяч рублей, это максимальная. Средняя, я сказала, 36 начисленная по больнице, 60 это максимальная. И вот 20 тысяч – это минимальная заработная плата врачей, которые работают на ставку, не дежурят и не работают по стандартам. Вопрос о пользователе Гриса, скорее, наверное, такой немножко личный. Сможет ли главврач исправить положение в медицине к лучшему? Есть ли у неё, то есть у вас для этого необходимая энергетика? Мне кажется, что он совсем прям личный. Я не могу себя оценивать. Очень сложно ответить на этот вопрос. Весь коллектив больницы старается поддерживать определённым образом при теперешнем состоянии дел. При состоянии дел, которое было в 99-м году, когда они выплачивали заработную плату на скорой помощи, работали и работали все стационары, когда не хватало материальных ресурсов. Мне кажется, что этот вопрос, наверное, об этом вопросе можно говорить спустя какое-то время. Это очень личный вопрос. Смею, надеяться, что хватит. Посмотрим. Елена интересуется, когда откроется рентген-кабинет в поликлинике Новостровского. Люди с переломами на костылях вынуждены накарабкаться по крутым ступенькам на второй этаж детской поликлиники. Проблема большая с рентген-лаборантами. Планируем мы с 24 октября, когда один лаборант вернётся с учёбы, а второй из отпуска из очередного открыть этот кабинет. Если получится пораньше, то значит откроем пораньше. Но с 24-го откроем кабинет, это точно. Пользователь Ивановна жалуется на то, что аптеки, обслуживающие льготные рецепты, работают в неудобном режиме для работающих людей. Одна до 16, другая до 17. Неужели это такая проблема сдвинуть график, например, до 18 часов, предлагает Ивановна, чтобы не отпрашиваться с работы? Значит, точно знаю, что 125-я или 5-я аптека, которая на Ленина расположена, окошко льготное работает до 20 часов, хотя должна сразу оговориться, что аптеки не в подразделениях больницы, это самостоятельные юридические лица, у них заказана услуга выдачи льготного рецепта. Поэтому аптека, которая 5-я, работает у Любы Фёдоровны и Дубовой, где заведует Люба Фёдоровна Дубовая, она работает до 20 часов выдачи льготного окна. Сама видела, специально ездила и смотрела. А вот что касается аптечного пункта по выдаче льготных препаратов на 4-м этаже, у нас арендует помещение фармация, то у них свой график работы, и поэтому я, конечно, выйду к ним с предложением, чтобы они вот два, у них там есть провизор, чтобы они работали в график по очереди, и донесу ваши мысли до руководства этой аптеки, этого аптечного пункта. Попробуем что-то порешать. Спрашивает в режиме онлайн пользователь котёна. Очень интересует вопрос нашей женской консультации. Почему беременные вынуждены подолгу сидеть, ждать в очереди приёма, хотя время врачом назначено, и женщины вынуждены сидеть на железных стульях? Про железные стулья сразу скажу, что это была специализированная медицинская мебель, которая прошла по всей области, во все лечебные учреждения, они действительно очень неудобны. Мы с этого года получили деньги областного бюджета на переоснащение мебелью, в ближайшее время заменим железные стулья во всех поликлинических отделениях, постараемся, по крайней мере, поступательно за 2012-2013 год это сделать, и приоритетно заменим в женской консультации. Что касается очередности, то в женской консультации сегодня работают все акушерогинекологи, которые есть в горбольнице на амбулаторно-поликлиническом приёме. Что касается подолгу, в ближайшее время разберусь, но вот нарушений в графике выхода на работу сейчас они все практически вышли из отпусков, я не видела, поэтому если терапевты, участковые акушерогинекологи не справляются в своё рабочее время, я узнаю, какая причина, но вот пока не готова ответить. И в продолжении темы вопрос от Галины. Рожала в Берске в 2005 году и нынешним летом не раз лежала на сохранении, раньше было лучше. Где все врачи, которые у нас на слуху, Лимонова, Азовцев, говорят, вы их просто вынудили уволиться. А кто же работает сейчас? Год назад моя сестра пришла с направлением на операцию в гинекологию, а там ей сказали, что оперировать некому. Пришлось ей ехать в академгородок платно. Можно узнать, а стоит ли нам платить налоги, если всё равно приходится платить на другом месте. Рожать будут третьего ребёнка, но уже не здесь. Минтай и импортная печень в меню уже поперёк горла. Извините за жаргон, наболело. Значит, в роддоме не закупается, начнём с печенью минтая. Не закупается минтай и практически не закупается печень. Там совершенно другое меню, в том числе по родовым сертификатам. Туда берутся и соки с мякотью, но дело сейчас не в этом. Что касается Нины Михайловны Лимоновой, то она в силу возраста своего попросилась и работает на сегодняшний день в женской консультации. Многие стоят у неё на учёте, в том числе и по беременности. Она с удовольствием работает, продолжает в больнице. На какой-то период времени она уходила, но вернулась. Что касается Александра Ивановича Азорцева, то он по состоянию здоровья попросился уволиться с работы в день и подрабатывает в частной клинике, но пришёл работать к нам дежурантом. И теперь дежурит в те дни, которые стоят у него в графике. Я бы тоже очень хотела, чтобы Александр Иванович вернулся. Речи о том, что кого-то я вынуждаю уволиться, на сегодняшний день не идёт. Ну, поинтересуйтесь у него механом. Что касается этих врачей, которые пришли на сегодняшний день, доктора, работают с большой степенью отдачи. У нас увеличилось количество родов, в том числе и нагородных родов поменяет рожать из Китин, Черепанова на сегодняшний день, рожала у нас в Краснообск приезжали, и в том числе работают доктора-дежуранты из Краснообска. Поэтому смена кадрового состава – это неизбежная ситуация. Другой вопрос, когда она происходит рывками, они волнообразны. Мне бы тоже хотели, чтобы Нина Михайловна ещё поработала и поучила наших докторов. Но, к сожалению, человеческий ресурс не безграничен, поэтому, да, она на слуху, она помогает больнице, она до сих пор с удовольствием работает в больнице. Несколько вопросов есть по узким специалистам. Вот, в частности, гость интересуется, как можно попасть на приём к врачу-окулисту пожилым. Мои родители, участник поэнный, 91 год, папа, мама, инвалид первой группы, 86 лет. Живая в очередь записи нет. Работает окулист с 11 до 17. Привезла их к 11 часам, тьма на роду. И сразу же сказали, в очередь врач сказал не занимать. Да, они не смогут ждать, в очереди больше получаться по состоянию здоровья. Как быть в таких случаях? И как вы планируете решать проблему по обслуживанию такой категории граждан? 40 минут простояли, чтобы найти наши карточки в регистратуре. Так и не нашли. Сказали, что они на участке, а участковый будет в 14-м году. Победайте, старички. Я бы вам порекомендовала, вот, всё, что касается пожилых людей, пожилого населения, использовать такую услугу, как вызов специалиста на дом. Такая услуга, особенно для участников и инвалидов войны на сегодняшний день существует. Это же был плановый визит. Вообще, такие пациенты идут у нас вне очереди, но вся проблема с людьми в очереди, которая находится. Поэтому, как правило, звонят в регистратуру в первой поликлинике или второй поликлинике. В первой поликлинике это Басаяна Ольга Владимировна, с ней работа такая проведена. Вы звоните и говорите, что вам нужен тот или иной специалист на дом. Что ваши родители и престарелые. Вы даже можете не называть там категорию участников войны и так далее. Просто они престарелые, им очень трудно сидеть там, так сказать, в общей очереди в поликлинике. Карточки найдут, специалист приедет в оговоренное время на дом. Если понадобятся какие-то осмотры в поликлинике, то тогда мы также планово решим, каким образом их можно будет осмотреть. В основном они выезжают сейчас с автономными источниками для осмотра. Это офтальмоскопы, я имею в виду окулистов. И они могут посмотреть ваших родителей на дом. По этому же вопросу, по вопросу обслуживания пожилых людей, я очень рекомендую обращаться к Михаилу Михайловичу Синице, заведующему поликлиникой. Он такие вопросы решает в приоритетном порядке. Думаю, что мы эти вопросы решим. Не рекомендую пока на сегодняшний день работать или обращаться в общую очередь. Потому что там в основном работающее население, люди спешат и, конечно, сложно людям такого возраста сидеть в очереди. Спасибо. Спрашивает Денис. Уважаемая Марина Владимировна, у нас зрел вопрос о лоротделении. Почему наши врачи принимают еле-еле на химзаводе и перенаправляют нас в биотерапию платно? Наши врачи не принимают на химзаводе. Я не знаю, о чем речь. Может быть, вы перепутали. Наши поликлиники с химзаводской поликлиникой, бывшей химзаводской, теперь Маузен-Удэц. У нас нет на химзаводе лорского приема. У нас есть лор-врач в первой взрослой поликлинике, есть лор-врач во второй взрослой поликлинике и лор-врач, два лор-врача в отделении. Сложно мне сказать про биотерапию. Биотерапия – это та же самая частная клиника. И все про то же право выбора. При сказанной средней заработной плате оно существует. Но у меня сегодня нет нареканий к отделению стационара лор-отделения. Я не слышала, что Тамара Николаевна кому-то отказывала в консультации. Поэтому вот уточните, пожалуйста, что касается химзаводского приема, там нет приема лора к больнице. Лана спрашивает, почему она практически не может, и, наверное, другим невозможно попасть к парадонтологу. Утром дают всего три талончика. Получается, врач-парадонтолог принимает всего три человека. Пробовали несколько раз занять очередь, очень рано, бесполезно. Ну, все верно. Стоматологическая поликлиника в таком городе, как наш, рассчитана по штатному расписанию только на наличие врачей-стоматологов-терапевтов, врачей-стоматологов-хирургов и будет зубопротезного кабинета, о котором шла речь выше. Ортодонты и парадонтологи подготовлены из врачей-стоматологов-терапевтов. И на сегодняшний день при условии нехватки стоматологов-терапевтов они принимают в качестве парадонтологов как совместители. Значит, у нас есть резерв, который я попробую отработать, раз такой вопрос встает. На Центре здоровья стоит хорошая стоматологическая установка, и там принимают стоматологи-гигиенист. Может быть, какую-то часть населения, опять-таки, она возьмет на себя, по крайней мере, на первичные приемы. Поэтому в ближайшее время парадонтолога на полную ставку даже лукавить не буду, ничего не могу сказать, пока не решим вопрос со стоматологами-терапевтами. Спасибо. Вновь возвращаюсь к женской консультации. Пользователь просто хочет спросить, что Вы думаете про бордак в женской консультации? Нехватку врачей, очереди, постоянное перекидывание беременных с участка на участок, и про отмену часа для беременных в ЦГБ. Приходится сидеть в общей очереди часами, чтобы пройти формальную комиссию, а мимо толпами проходят больные люди. А когда было с 13 до 14, например, прием беременных, так удобно. Что делается для решения этой проблемы? Значит, начну, наверное, поскольку про женскую консультацию практически аналогичный вопрос был выше, это вот что касается приемов консультативных. По просьбе же беременных, которые еще работающие, которые не ушли в декретный отпуск, мы отменили этот час беременных. Но у нас же принимает всего один терапевт беременных. То есть Вы не занимаете учить к участковому терапевту, Вам не занимается один терапевт. В первой взрослой поликлинике, вот как раз, Вилеева Елена Юрьевна. И у нее прием идет с 8 до 15 лет. Там практически только беременные женщины. И лица, которые приходят там по экстренным показаниям, обращаются. Если будут многочисленные просьбы, опять-таки, женщин, которые у нашей беременности, оставить этот час с 13 до 14, мы с удовольствием его выделим. Но я все-таки думаю о работающих беременных женщин, которым будет очень сложно попадать в этот час. Давайте посоветуемся. Мы готовы идти навстречу и сделать хоть так, хоть так. Поэтому вы сказываетесь по этому поводу. Готовы принять любое решение. Терапевт, который с Вами работает, она вот непосредственно работает только с Вами. Сегодня по участку такой работы не ведется. Поэтому в очереди общий участковый терапевт беременные не находятся. Что касается приема узких специалистов, то окулист выделяет время специально с 8 до 11, по понедельникам, седам и пятницам. Лоры принимают с 8 до 15 отдельным приемом. Как правило, пациентов в это время на этом приеме, кроме как беременные женщины, нет. Пользователь гость озабочен проблемой наркомании. Он считает, что в Берске это вопрос стоит очень серьезно. Но оказывается, на весь город у нас только один врач-нарколог. Вопрос. Как Вы считаете, Марина Владимировна, это нормально для почти уже 100-тысячного города, который при этом ходит в пятерку городов Новосибирской области, в котором наркоситуация признана кризисной? Да, действительно, мы уже 100-тысячный город. Я думаю, что в ноябре-декабре такое счастливое событие случится. Я тоже думаю, что ненормально, что это один врач-нарколог. Но на самом деле у нас их три врача-нарколога. Доктор одна в декретном отпуске находится. Это подростковый врач-нарколог. Она выйдет через год. Пребенку будет три года. Доктор молодой появился, закончивший ординатуру клиническую. И заведующий отделением. Я считаю, что ситуация по наркологии сегодня, по наркомании, вынуждает нас, конечно, иметь дежурный штаб врачей-наркологов, чтобы они дежурили день и ночь. Но мы ведь сейчас говорим о следствии, а не о причине. Наверное, это больше социальная ситуация. Сколько бы врачей-наркологов не существовало в городе Бирске, ситуация с наркоманией не станет от этого лучше. Решение это лежит совершенно в другом ключе. Что касается уровня оказания помощи, то сегодня мы соответствуем всем стандартам. Мы теперь будем еще осуществлять медико-токсикологическую помощь у лиц в состоянии алкогольного пьянения, чтобы, по моему мнению, ухудшить условия пребывания пациентов в наркологии. Это в связи с закрытием в отрезвителе, да? Да. Мы открываем, вот сейчас уже по программе противоборства с алкоголизмом и наркоманией, значит, пришли средства, мы открываем палату медико-токсикологической помощи, так называемую палату, которая будет в отрезвителе. Мы увеличиваем штаты, их еще надо набрать в штат фельдшеров на круглосуточный пост, и там будут приезжать люди в состояние, привозить будут людей в состояние алкогольного пьянения, и больница будет, в принципе, пока с непроработанным правом административным, то есть мы не имеем принуждать права находиться в состоянии алкогольного пьянения, и будут отрезвляться в этой палате. Тогда как отрезвители это административное право имели. Таким образом, это будет только медицинская услуга, ну вот мы будем ее оказывать силами тех же врачей-наркологов. С удовольствием приняла бы и шесть врачей-наркологов, но на сегодняшний день специалистов таких, даже частной клиники, не могут похвастаться специалистами-наркологами в достаточном количестве. Спасибо. Вопрос от МЭЛ в режиме онлайн. Есть предложение при выдаче анализов на кровь сразу выдавать талоны, где указать день сдачи, чтобы немного перераспределить наплыв людей. Сегодня просто невозможно было протолкнуться. Мы бы с удовольствием это делали, и может быть в этом есть определенный смысл, но людям всем надо сегодня, получив кровь, прийти ее сдать завтра. Это можно сделать и послезавтра. То есть наплыв людей бывает, когда идут профосмотры, и то мы выделяем отдельное время, когда лаборатория идет более раннее время на работу. Мы подумаем над этим вопросом. Я посоветую с докторами, особенно с лабораторией, будет ли это эффективно, если мы только увидим каплю рациональности, в этом мы обязательно это сделаем. Пользователь 3-7 спрашивает, точнее рассказывает сначала историю, а потом вопрос. На днях мужу в глаз попала Акалина. Так его нигде не приняли, даже в платных. Сказали, чтобы приходило через два дня. У них запись. И в ЦГБ его чуть не линчевали больные, когда он сказал, что с острой болью. Но, видимо, в очереди. Скажите, может ли врач, даже если эта больница платная, отказать в приеме пациенту, которому нужна помощь? И куда можно обратиться, если все-таки получил отказ? Значит, врач вообще не имеет права отказывать в оказании медицинской помощи, ведь это ответственность, вплоть до уголовной, не оказание этой медицинской помощи. Что касается, в случае, если вы получили отказ в помощи, значит, в 209, это только касается нашей больницы, в 209 кабинете Михаил Михайлович Синица, внизу в регистратуре, заведующая регистратурой, там, где принимают такой лист. Поэтому и ко мне можно обратиться, и к медицинской сестре старшей поликлиники подойти и сказать, что вы с острой болью. К любому медицинскому работнику, к медсестре кабинета можно. Но, как правило, проблемы очереди, вот когда очередь так достаточно нехорошо настроена, проблемы очереди надо решать, в том числе и с медицинским работником. Постучитесь аккуратно в любой из этих кабинетов и попросите, чтобы вас приняли, если сразу вот никто не внял. Однако, сейчас опять-таки, вот мы думаем, как оптимизировать работу регистратуры, пожалуй, что экстренных пациентов мы найдем резерв какой-то у себя кадровый, чтобы экстренные пациенты, которые обратились по экстренной помощи, все-таки в сопровождении медработника подходили к кабинетам, не смущая вот общую очередь. Это, конечно, не завтра случится, но мы постараемся это сделать. Вот в продолжении темы, по поводу выдачи анализов на кровь, выдавая талоны, мы продолжаем говорить о том, что такая практика есть в соседних городах. Поэтому, то, что говорили, мы попробуем. Хорошо, видимо, думаю, нужно попробовать с теми пациентами, которых можно спланировать, которым не завтра будет, не послезавтра нужен анализ крови. Мы подумаем, и, в общем-то, я думаю, что сможем это сделать. Так, вопрос от НЛИ. Хочу узнать, по каким принципам формируется заявка на высокотехнологичное лечение. Желательно, чтобы продвижение больных, стоящих в этой очереди, взяла на контроль какая-то общественная организация. Ответы руководства ЦГБ очень невнятные. Специалист, курирующий данное направление в отпуске, ваша заявка в очереди, самостоятельно интересуетесь и так далее. Финал, лимит на данный вид операции, обследования или лечения исчерпан. Встретимся, в следующем году, если доживем. Значит, все, что касается порядка оформления на высокотехнологичные виды медицинской помощи, то он оговорен, естественно, федеральным приказом, поскольку это средства федеральные, работают в федеральной клинике, и соответствующим приказам Минздрава Новосибирской области. Наша задача своевременно заявить о том, что этот пациент нуждается в высокотехнологичных видах медицинской помощи, оговоренного списка видов медицинской помощи, и далее проконсультировать у специалиста, у главного специалиста области. Уровень принятия решения остается за главным специалистом области. Если это травматолог, то главный травматолог области, если это кардиолог, то это кардиохирурги или главные кардиологи с определенным видом наличия анализов и так далее. и так далее. Значит, далее все документы направляются в очередь, которая сосредоточена, это электронная очередь, которая сосредоточена в Министерстве здравоохранения. Там сидит определенный специалист и, как правило, когда ваша очередь подходит, то звонят сразу и нам, чтобы мы готовили документы, имеется в виду направление на высокотехнологичный вид медицинской помощи, и вам сразу звонят домой, потому что телефоны записаны вот в этих направлениях, чтобы вы готовились на госпитализацию. То есть информация идет примерно у нас одинаковая. Мы можем лишь позвонить и поинтересоваться, как продвигается очередь. Положим, сегодня я решала вопрос одной пациентки с тазобедренным протезированием тазобедренного сустава и знаю, что, допустим, по НИИТО начали протезировать активно пациентов стоящих в очереди в 2010 году. Что касается уровня общественного контроля, то мы можем здесь на нашем уровне проконтролировать только порядок направления пациентов, то есть посмотреть журналы врачебной комиссии, как направляются пациенты, через сколько дней после получения всех направлений и заключений специалистов мы направляем документы в Минздрав. И каким числом, так сказать, попадают эти пациенты после того, как выдано заключение специалистов. Однако весь объем медицинской высокотехнологичной помощи, он лимитируется полученными квотами. Например, в этом году вот по шести месяцам уровень удовлетворения пациентов от количества стоящих в очереди 87,5%. То есть это все равно еще не 100% от тех, которые встали в очередь. И, конечно, где-то будет нехватка этой помощи. Пока. Спасибо. Вот настойчивая МЛ еще раз спрашивает, точнее, продолжая тему анализов. Подскажите, какое максимальное время ожидания получения талончика на прием в областную больницу к специалисту? Вы дали направление ребенку в апреле, попали только в сентябре. Это уже не анализы, но... Я уже поняла, продолжается диалог. Я хочу сказать, что, опять-таки, направления в областную больницу ведутся в электронной очереди, и эту очередь дает регистратуру областной консультативной поликлиники. Всякий раз это может быть по-разному. Я удивлена, что это было целое полугодие. На моей памяти вот больше двух месяцев я не слышала, что была очередь, но в каждом конкретном случае, если вдруг там какой-то сбой у них в электронной записи, мы пытаемся решить эти вопросы по пациентам из Бирска каким-то образом пораньше. Хотя я знаю, что есть нарекания на 13-й кабинет. Работают, к сожалению, там не очень профессиональные люди, и мы предпринимаем определенные усилия, чтобы заменить камерный состав 13-го кабинета. Может быть, даже на какое-то дежурство старших медицинских сестер поликлиники, потому что от этого тоже очень много зависит. А 13-й кабинет это что? Это как раз вот тот, где электронная очередь продвигается. Но в данном случае, я думаю, что это не связано с именно неэффективной работой 13-го кабинета. Скорее всего, это было отсутствие специалистов просто в областной больнице какой-то период времени, и скопилась очередь из всех районов области. Как правило, это так. Но в любом случае, опять-таки, с учетом вот таких вещей, я все-таки, когда уже ожидания превышают все мысленные и разумные сроки, как в данном случае, я рекомендую обращаться либо ко мне, либо... Потому что в любом случае персонально лучше всегда вопросы решать, с учетом того, что система далеко не всегда срабатывает. И мы решаем такие вопросы через заведующего поликлиника областной консультативной, когда вот такие выпивающие сроки растягиваются. Спасибо. Вопрос от Юлии по поводу флюорографии. Ну, Вы, собственно, уже отвечали на этот вопрос. Но вот у нее интересное тут маленькое такое уточнение. Законно ли проходить флюорографию, требование, законно ли требование проходить флюорографию, чтобы попасть на прием к другим специалистам, к любым специалистам? Вопрос, наверное, как раз вот о собственном здоровье в инстинкте самосохранения. Мы предпринимаем все усилия, чтобы законно сохранить город от эпидемии туберкулеза. У нас есть единственный механизм, если Вы, уважаемые пользователи сайта и все остальные жители Берска, будете своевременно проходить флюорографию. И этот механизм включен на сегодняшний день. И обязанности каждого гражданина раз в год пройти флюорографию, хотя бы в том числе и потому, что нас окружают серьезные эпидемически опасные районы по туберкулезу. Это и Первомайский район, и Скитин, где уровень заболеваемости выше, чем 120 на 100 тысяч населений. Поэтому, когда мы держим уровень заболеваемости в Берске на цифре 60 и 80, это наша с Вами общая заслуга. Вы своевременно проходите флюорографию, мы своевременно принимаем меры к Вашему лечению. Поэтому, что касается законности и здесь порядочного отношения к своему здоровью, мне кажется, что это вопрос дискуссий. Не могу сказать, что это незаконно, но не могу сказать, что врач полностью прав, когда отказывает Вам в приеме без флюорографии. Но имейте в виду, когда Вы приходите без флюорографии, поэкстренный он Вас примет, но Вашему лечащему врачу попадется то, что пациент у него не прошел флюорографию год и более. Как правило, это категория пациента группы риска. За этот год можно заболеть любыми формами туберкулеза, в том числе и нелегачными. И потом у нас должна быть самая онкая настороженность, поскольку рахта молодеет. Спасибо. Яна рассказывает свою историю. В мае трудоустраивалась на работу в госучреждении, проходила медосмотр в горбольнице. За него и лекцию в СЭС отдала треть своей будущей зарплаты – 2200 рублей. Для бюджетников расценки можно и пересмотреть. Тем более, что лор, стоматолог, нарколог и психиатр никак не повлияют на кухонного работника с зарплатой 5500 рублей. Ну, не соглашусь, но относительно даже всех специалистов, лора и стоматолога, и нарколога, и психиатра, к работе должны приступать здоровые люди, вы должны убедить работодателя в том, что вы здоровые – это первое. Второе – не знаю, в какое госучреждение вы поступали. Значит, все, что касается пересмотров стоимости профилактических осмотров, вот это как раз один из немногих видов платных услуг, которые в больнице сохранены. Это медосмотры и профосмотры за счет личных средств граждан для средств работодателя. Поэтому вот у нас в больнице, например, принят пункт в коллективном договоре, когда работодатель обязан восстановить стоимость прохождения медицинского осмотра и стоимость медицинской книжки в том случае, если этот человек приходит, то кто устраивается к нам. Мы пересмотрели стоимость профосмотров для коллективов бюджетных организаций школы, детских садов, которые тоже вынуждены проходить профосмотры за счет либо своих личных средств, либо средств работодателя. Ну и здесь, я думаю, может быть подход разный. Мы же не знали, что вы в госучреждении устраиваетесь. Это должно быть ходатайство, скорее всего, вашего работодателя, чтобы вы приняли такое решение. Мэл у нас вступает, так сказать, в диалог, и вот от нее, так сказать, приятное известие. Мэл говорит, хорошо организована работа кабинета по запору крови на сахар. Спасибо. Очередей нет. Вот повезди так. Спасибо вам. Так, теперь вам история от Кирилла. Я болею гепатитом С, к группе риска не отношусь. Скорее всего, приобрел его где-то в лечебном учреждении. Узнавал, что лечение стоит от 100 тысяч рублей. Есть ли у нас программа по этому заболеванию на льготное лечение? Также прочитал, что лечиться надо у гипотолога. Но у нас в Берске такого врача нет. Гипотолог – это очень узкая специальность. Что касается вашего заболевания, то им занимается инфекционист, прошедшую специализацию в области вирусологии, связанной с вирусными гепатитами ВЦА. У нас очень опытно занимается и хорошо этим Людмила Владимировна Бадальян. И я должна вас все равно оптимизировать, хотя заболевания сложные, достаточно тяжелые. Есть случаи из лечения. Да, действительно, лечение пагинтронами стоит порядка 100 тысяч и более, в зависимости от вирусной нагрузки у вас и так далее. В прошлом году была программа в первой инфекционной больнице, пилотный проект, когда небольшое количество людей лечили бесплатно, вот как раз этими интронами, интерферонами, когда высокая степень гарантированности из лечения. Однако такой большой целевой программы, областной или федеральной, пока на сегодняшний день по гепатитам нет. Но, опять-таки, подойдите, мы, может быть, посмотрим, чем мы вам можем помочь, потому что, может быть, мы вас попробуем проконсультировать у гепатолога областной инфекционной, первой инфекционной больницы, переговорив с ним, тем более, что вы не относитесь к группе риска. И посмотрим, как правило, раз в год, раз в два года они набирают группы пациентов вот как раз под этой интронотерапией. Приходите, я попробую позаниматься в вашем случае. Ну, а теперь ложка дёгтя от МЭЛ. Вот что она пишет. Моя мама, например, в понедельник, 15 октября, записалась на 8 утра к терапевту, а там уже человек 10 на то время. И когда она, наконец, попала в кабинет, то врач не смогла ей уделить внимания, поскольку постоянно в кабинет заходят то за рецептом, то за карточкой, и на всё это врач отвлекается. А мама, когда болеет, встать даже не может, не то чтобы сидеть по 3 часа в очереди. Вот и вопрос. Для кого наша берская медицина? И не нужно кивать в сторону соседей. Дескать, такое положение вещей... А, такое положение вещей только в Берске. А бесплатно в массаже, МРТ, УЗИ приходится только мечтать. Значит, я должна сказать, что с записью на 8 утра к терапевту произошёл какой-то казус. У нас вообще нет записи на 8 утра. С 8 утра идут пациенты, которые с больничными листами, повторные, экстренные пациенты. Поэтому запись начинается гораздо позже. Ни в одного терапевта, я специально смотрела журналы предварительных записей, записи с 8 нет. Теперь, если мама тяжело болеет, то я вам всё-таки рекомендую вызывать врача на дом. Пусть хотя бы на первый визит она придёт на дом. Значит, что касается бесплатной очереди на МРТ, УЗИ, КТ и массажи, то тут, наверное, не всё так мрачно, как вы рассказали. Значит, мы впервые за все годы существования больницы получили 80 квот на магнитно-резонансную терапию. У нас по вторникам и четвергам есть очередь, и об этом всем известно в городе, на компьютерную томографию в областном диагностическом центре. Запись туда идёт примерно вот сейчас на две недели вперёд. Но так оптимистично, пока не сломался там компьютер. Он единственный пока, который работает с районами области, бесплатный. Значит, что касается УЗИ, то экстренным пациентам, пациентам по показаниям, действительно к необходимости, это медико-социальная экспертиза, это пациенты послеоперационной, предоперационной направляющей, качественно-высокотехнологичной виды помощи, ежедневно смотрят в пределах своих нагрузок врачи, два врача УЗИ, в том числе и кардиологической УЗИ, и УЗИ сосудов. Что касается плана, вот УЗИ там действительно немножечко посложнее, там вот как раз та пресловутая эталонная система, которая отдаётся на поликлинике, и очередь растянута. Но поверьте мне, на сегодняшний день очередь на УЗИ загружена ещё и пациентами, которые просто, ну, поинтересоваться, там, допустим, как ведут себя камни в желчном пузыре, которые однозначно подлежат уже давно оперативному вмешательству, и таких, особенно среди пожилого населения, достаточно много. То есть это неэффективное использование УЗИ-техники, тем не менее, работа на УЗИ-аппарате, вот она стоит под контролем. Ну и, наконец, я так полагаю, смею надеяться, что в декабре месяце мы получим свой компьютерный томограф 16-ти с Рязани, работа на котором тоже будет происходить по строгим показаниям, но, тем не менее, это уже будет в пределах одного города. На ту же тему задала нам вопрос, она принесла его в редакцию, Раиса Антоновна Токмачёва. Она утверждает, что замминистра здравоохранения Российской Федерации на днях говорил, что всё, что прописывает врач, должно быть бесплатным. По её утверждению, УЗИ внутренних органов у неё с 12 апреля, она стоит в очереди на УЗИ внутренних органов с 12 апреля, и её, как я понимаю, определили на конец октября. И то ей сказали, что только прийти и узнать в это время. Она считает, что платная услуга в этом же кабинете проводится без очереди. Раису Антоновну возмущает что? Что аппарат куплен на бюджетные деньги, а вот, так сказать, получает прибыль, оказывая платные услуги? Значит, ну, должна, наверное, разочаровать. Вот я, Раису Антоновну, платных услуг в УЗИ кабинете у нас нет вообще. То есть люди не получают у нас. У нас нет такого даже вида платных услуг. Да, когда-то они были, совершенно точно знаю. Но сейчас, во-первых, нам категорически запрещено оказывать платные услуги. Об этом знают все докторы и заведующие отделением на аппаратах, купленных по национальному проекту здоровья и по модернизации. А больше у нас никаких аппаратов и нет. Только оттуда они пришли. Поэтому работают они бесплатно. И я согласна здесь на любой уровень общественного контроля за тем, как движется очередь на УЗИ. Я сказала, какие категории пациентов рассматриваются приоритетно. Поэтому действительно все, что прописывает врач, все идет бесплатно. Если в этом отношении, так сказать, есть какие-то нарушения, опять-таки персонально по фактам готовы разбираться. Однако состояние дел при имеющихся трех врачах УЗИ, которые сегодня обслуживают все поликлиники, все стационары города Дырска, в бесплатном режиме, оно на сегодняшний день таковано. Но очередь возможна, то, о чем говорит Раиса Антоновна. Я много представляю, зачем смотреть внутренние органы на УЗИ через полгода. Очевидно, там не абсолютные, а может быть слабоотносительные показания. И я думаю, что такой вариант возможен только тогда, когда это абсолютно плановое или какая-то непоказанная, неважная для врача, неважная для врача, ведь исследование, а просто какой-то уровень контроля пациентки за состоянием своей поприимпорной. Еще раз говорю, если бы это была пациентка из категории, которых я перечислила, УЗИ бы ей было сделано, наверное, где абсолютные показания. Так, вопрос в режиме онлайн от Дефинина. Подскажите, пожалуйста, когда в родовом отделении женщины после кесарево сечения будут пребывать в палате, где будет им комфортно, неужели нельзя переоборудовать или платную палату выделить, а не лежать на мягкой постели и ходить в единственный туалет? У нас есть одна палата, там в связи с конструктивными особенностями родового отделения, это здание 1976 года, там действительно только предусмотрен один туалет, и переоборудовать там невозможно в силу, опять-таки, каких-то причин конструктивных, но там есть одна палата, так называемая повышенная комфортность. Я подумаю над вашим предложением, с учетом того, что практически мы сейчас не предоставляем услуги, ну, в смысле, платные услуги по повышенной комфортности, то, может быть, мы ее переоборудуем в послеоперационную палату, там немножечко попроще будет. Спасибо. Вопрос от пользователя Ворчу, такой с рассуждениями. Ухудшение работы ЦГБ заставляет пациентов идти в частные клиники, причем там работают в основном ваши же врачи. Число этих клиник и услуг в них неуклонно растет. Это веление времени или ваши недоработки? Как вы к этому относитесь? Каковы перспективы улучшения обслуживания населения и доступности бесплатных услуг в горбольнице? Организация электронной картотеки, то, о чем мы уже говорили, предварительные записи по интернету и выдерживанию регламента приема? Уважаемый Михаил Юрьевич, вам, наверное, проще судить, поскольку вы работали какое-то время в больнице, проще судить, хуже или лучше стало в горбольнице. И ваша жена является доктором и почему-то не захотела работать в больнице, хотя называлась сегодня ее средней заработной платы и, так сказать, возможности работы в больнице. То, что люди идут подрабатывать в частные клиники, скорее всего, это веление времени. Когда была единственная больница, несколько медсанчастей, то врачи были все трудоустроены там. Как я к этому отношусь? Сказать, что хорошо, не могу. С пониманием, наверное, теперь уже тоже нет. Но у врачей есть право выбора, а денег никогда много не бывает. И если условия, которые ставит частная клиника, а именно за определенный объем работы, определенный вид услуг, заработная плата и бесконечный поток пациентов, то, наверное, какой-то части людей, которых выучила больница за средства государства, такие условия подработки будут привлекательными. Поэтому с терпением отношусь к этому. Выбора, как правило, у меня-то большого нет. То есть люди работают за государственную заработную плату и подрабатывают в частных клиниках. Что касается электронной регистратуры, то я уже отвечала выше. Мы с нетерпением ждем эту электронную регистратуру. Мы понимаем, что государственное здравоохранение отстает сейчас в этом вопросе. Но очень рассчитываю. У нас сейчас очень работоспособное министерство, очень подвижное. Мы освоили большое количество средств модернизации, только благодаря их умеемому руководству. Я думаю, что все пункты 468-го постановления, которые вышли в октябре, касаются в большей степени в приложении постановления губернатора и касаются в большей степени именно модернизации здравоохранения, именно в части информатизации, будут выполнены в соответствии с планом. И тогда мы действительно будем уже к концу года либо к началу следующего начинать работать в режиме электронной регистратуры. Вопрос в режиме онлайн от Анастасии. Здравствуйте. Можно ли узнать, когда у нас в городе появится нормальный лор-врач? Всего в Берске два врача и обе на больничном. Куда нам с ребенком идти? Значит, два детских лор-врача. Какое-то время назад я этим даже не могла никаким образом похвастать. Все помнят, и курьер задавал мне много раз эти вопросы, когда перестанут ходить платно к лор-врачу. Значит, на этой неделе мне докладывала заведующая поликлиника, что оба врача находятся на приеме, хотя одна из них еще и ходит на профосмотры в школы. Поэтому два врача на месте. Если вот что-то вам в регистратуре сказали не так, тогда идите к заведующей поликлинике, и 3-12-45 у нее телефон, уточните, пожалуйста, как вам можно попасть на прием к лор-врачу. Однако я знаю, что с большим трудом. Два года мы ждали, когда у нас выучатся и приступят к работе два детских лор-врача. Я считаю, что это проблема какая-то временная с больничными листами. Если совсем, никак не решается. Но мы проконсультируем вашего ребенка в лор-отделении. И опять МЭЛ утверждает, что это последний вопрос про анализы. Можно ли в детской поликлинике организовать забор крови детям автоматическими ланцетами? Это не так болезненно, как обычными. Или это дорого? Опять же ссылается, что у соседей делают или не так. Ну, не во всех клиниках это допустимо. Значит, вот можно попробовать на сегодняшний день сказать о том, что мы вышли из кредиторской задолженности по обязательному медицинскому страхованию и получили некие средства по дополнительной амбулаторной помощи, по модернизации здравоохранения. Не могу сказать, как это будет выглядеть в постоянном режиме или не в постоянном, но мы попробуем закупить эти автоматические пипетки и автоматические скарификаторы для забора у детей, кнопочки так называемые. Может быть, вы и правы. Спасибо. Странный вопрос от Дефинина. Почему медики убирают территорию в рабочее время и в белых халатах? Это издержки коммунистического строя. Спасибо. Соглашаюсь с вами полностью. Ругаю за это неимоверно. Было сказано, что вы все одели рабочую одежду. Не понимаю. Обычно это младший медицинский персонал, который в силу своих профессиональных обязанностей внутри лечебного учреждения находится в белых халатах, а на улице должен выходить не в белых халатах. Недоработка сестры-хозяйки, скорее всего, поликлинического отделения разберутся. Спасибо. Вопрос от Людмилы Сергеевны по льготным лекарствам. Хотелось бы узнать об отпуске льготных лекарств. Имея несколько заболеваний, астма, перенесла инсульт, остеохондроз, перечень лекарств большой. Но в поликлинике в последнее время ограничивают выписку препаратов, не выписывают лекарства, если его на данный момент нет в аптеке. Хотя это противоречит закону, утверждает наш пользователь. В кабинете номер 13, о котором мы уже говорили, мы говорили по выписке рецептов, приходится просиживать по 2-3 часа. Отношение к людям мерзкое. После выписки стационара отказываются выписывать лекарства, хотя всем известно, что в наших бережских больницах лекарства не выдают. Приходится, наоборот, покупать свои. Начну с последнего. В наших бережских больницах лекарства дают. Я категорически не согласна с вашим выводом. Готова посмотреть лично по вам, что не выдано было. Результаты анкетирования говорят обратное. Единичные случаи, которые не требуют сегодня обсуждений и рассуждений. Сегодня любая старшая медицинская сестра скажет, что в наличии все препараты, в том числе помогла программа модернизации здравоохранения, сказала, что все крупные отделения, в том числе и неврология, стали работать в стандартах, и к нам пришли сосудистые препараты любого ряда. Что касается работы 13-го кабинета, не могу с вами не согласиться. Я уже говорила выше о том, что там единственная возможность менять кадровый состав этого кабинета. Мы этим плотно занимаемся, и при наличии более-менее подходящих к этому вопросу работников, мы заменим все. Что касается отказа в выписке вам лекарства по причине отсутствия их в аптеке, то такого сейчас вообще не может быть, поскольку мы даже не запрашиваем в аптеке на сегодняшний день остатки средств лекарственных, мы выписываем все. Другой вопрос, что аптека может в течение недели, 7 дней, искать вам эти лекарства, и то же самое делает наш провизор поликлиники. Поэтому у меня немножечко информация, которая на сегодняшний день... Да, когда-то так было, но на сегодня мы вот с этого года даже остатки в аптеке не спрашиваем, поэтому не может сказать вам терапевт, что этого лекарства нет в наличии. Если он так говорит, то он лукавит, и ваше право выяснить правду по этому поводу. Препараты действительно выписывают те, которые есть в перечне препаратов, и которые рекомендованы к прописыванию. Что касается рекомендаций стационара, то там тоже есть определенные моменты, связанные с необходимостью приема этих препаратов длительное время. Поэтому там общие такие фразы, поэтому вот я как могла ответила, если конкретика какая-то нужна, то опять-таки надо персонально с Людмилой Сергеевной посмотреть, что в данном случае будет, какие права были нарушены. Ну вот собака, пользователь собака, вот опять же про тринадцатый кабинет, говорит о том, что очень медленно там работают, еще уйдут куда-то, так не дождешься. Когда вы видите порядок? А мы стараемся, если только, вот я еще раз говорю, оказывается, самая большая проблема – это кадровые человеческие ресурсы, капиталы, даже не ремонты, даже не оборудование, теперь уже с высоты понимания того, чего пришло нам по модернизации. Здесь в каждом моменте нужно решать персонально по людям, когда такие люди более подходящие появятся. Но решать будем все непременно, дисциплинировать этих присутствующих и, так сказать, тех, кто еще не работает там. Ну, я должна сказать нашим… Спасибо за ответы. Я должна сказать нашим пользователям, что у нас осталось буквально пять минут. Вот, вот, мы практически все вопросы, на все вопросы ответили, и еще остались, но я думаю, что мы их передадим Марине Владимировне, она передаст нам ответы. Вот, под занавес, так сказать, вот нашего разговора, я хочу зачитать то, что он написал на сайт ЗАМОЗа на коммунии онлайн-конференции. Уважаемая Марина Владимировна, наша семья выражает огромную благодарность врачу Шахатовой Надежде Александровне, врача Бога, крупными буквами и экстременосклицательными знаками. Дай Бог ей здоровья и всей ее семье. Спасибо ей за спасенную жизнь нашего долгожданного сыночка, семья Сараниных, и по скрипту нам в пятницу 19-го уже месяц. Я очень рада за вас. Вот, и еще, прежде чем сказать свидание нашим пользователям, я бы хотела немножко поднять вопрос об общественном контроле. Я честно признаюсь, что до начала пресс-конференции у нас было буквально две минуты, и мы с Валентой Владимировной говорили на эту тему. И, собственно, народ говорит, может быть, не только в части высокотехнологичной медицинской помощи, а вообще о общественном контроле, о проникновении, не знаю, гражданских журналистов или каких-то активных перчан в деятельность медицины, но имеется в виду, конечно, не в профессиональной деятельности. А вот то, что Вы говорили, там, хамят в регистратуре, и то, что наши пользователи говорили, что как-то там недостойно могут вести себя, там, медицинский персонал, там, я не знаю, какой-то. Вот, что Вы думаете по этому поводу, какие мысли у Вас есть? Ну, во-первых, я хотела бы поблагодарить пользователей сайта за достаточно конструктивную работу. Мне очень понравилось работать с Вами. Я бы хотела также сказать, что всех, кого, всех граждан, всех пользователей сайта, которых я попросила персонально обратиться, пожалуйста, найдите время. Я предупрежу своего секретаря в приемной, что будут такие люди обращаться. Мне очень хочется помочь каждому из Вас, чтобы у Вас не осталось впечатление там неразрешенной проблемы, даже если Вы обратились на сайт. Это один момент. Все, что касается нашего до начала онлайн-конференции обсуждения, то я действительно сторонница того, чтобы в некоторых вопросах, связанных с нашим с Вами проживанием той или иной ситуации внутри больницы, был некий уровень общественного контроля. Я не имею в виду вмешательство в профессиональную деятельность больницы. И поверьте, Шахатова Надежда Александровна не один врач от Бога, к счастью, в нашей больнице. И я этому очень рада. Вот все, что касается организационной деятельности, когда нужно узнать мнение, как бы это было удобно, когда нужно донести до общественности тот ресурс, которым на сегодняшний день обладает больница, и те силы, которые вкладываются в поддержание системы здравоохранения, то я готова абсолютно обсуждать все Ваши предложения, связанные с организацией такого рода общественного контроля. С Вашей стороны, с участием специалистов больницы, в том числе организаторов здравоохранения, ведь мы делать будем все для жителей города Берска. И здесь понятно, здесь никаких обид быть не может. И я абсолютно адекватно оцениваю ситуацию состояния дел здравоохранения. И у нас впереди большие перспективы по оцениванию достаточно большого количества средств. И Вы с большим пониманием будете относиться к тому, что далеко не всегда ситуация, которая происходит, она выглядит с одной стороны и так, с этих дверей, а с тех дверей она может быть выглядит немножко по-другому. Главная задача, которую я вижу в уровне общественного контроля, дать понять некоторым представителям коллектива больницы, что получая заработную плату от государства, они ведут далеко себя недолжным образом. И это вызывает нарекания со стороны гражданской общественности. И, в общем-то, они нарушают свои функциональные обязанности. И поверьте мне, если я и ругаю кого, или, как Вы часто говорите на сайте, там она выжила или уволила кого-то, то я ругаю только тогда, когда нарушаются именно Ваши права со стороны тех работников больницы, которые не выполняют свои функциональные обязанности. Я должна контролировать эту деятельность. Поэтому, если у кого-то складывается впечатление, что я тут умышленно разрушаю коллектив, это, поверьте, далеко не так. Поэтому я могу со страниц газеты «Курьер» или, встретившись с Вами с более активными представителями, гражданскими, журналистами, пообсуждать сам регламент нашей совместной работы, если это будет действительно интересно, не на уровне каких-то отдельных высказываний, частных высказываний, а про строение в системе. Я совершенно готова к диалогу, и поэтому с удовольствием буду ждать Ваших предложений. Мне, например, сегодня очень понравилось работать с нами. Спасибо. К сожалению, время нашей онлайн-конференции стекло. Я благодарю Марину Владимировну за то, что она нашла время и пришла к нам в редакцию, поговорила с нашими уважаемыми пользователями. Я думаю, что у нас такая система общения будет продолжена и впредь. Спасибо. Спасибо. Всем до свидания. До свидания.